А вы знаете, что такое моба? Вопрос немного глупый, ибо только человек не интересующийся играми не знает о 24 миллионах долларов на последнем интернешнл, мировом турнире по дота 2. Даже я, как человек, ни разу не игравший в дота 2 и не сумевший докачаться в лоле даже до 15 уровня, знает об этих 24 миллионов. Также, как и знает, что фактически моба это противостояние двух команд на карте особого вида, с целью уничтожить главную базу противника, путь к которой преграждают защитные башенки, герои из противоположной команды и защитные войска под управлением искусственного интеллекта. Что смерть не перманентна, и героев можно прокачивать и усиливать, что немного отстраняет жанр моба от обычного махача команда на команду в сторону тактической стратегии. Главными представителями данного жанра являются вышеупомянутые дота 2 от дядюшки Гейба и Лига Легенд от людей, которые желают некоторым стримерам смерти. Но у этих двух мастодонтов жанра, да и практически у всех остальных игр в нем же, есть один маленький минус. Это чертов вид сверху, который достался игре вместе с тактическими корнями. Ну о каких тактических элементах может идти речь, когда я просто хочу пушить мид? Вот если бы была игра, где можно пушить мид от третьего лица... Ладно, ладно, вы все уже давно знаете о какой игре, я сегодня хочу вам рассказать. Так что усмирите свой гон, ведь мы играем в парагон. Привет ковбои, мое имя Эвойс Эребус, это просто канал об играх и парагон у нас сегодня на столе подсудимых. В конце ролика я, как верховный император Эвойси, вынесу ей приговор. Но пока что лично для меня парагон это достаточно классическая бесплатная моба игра, учитывая мои познания о мобах, только от третьего лица. С более суровой и мрачной атмосферой, в отличие от всех остальных мультяшных лолов, сделанная на Unreal Engine 4, а значит с намеком на графон, и сделанная компанией, создавшей этот самый движок Epic Games. И это все, что я знал до первого погружения в игру. Погружением, скажем так, на первых парах напоминают подготовку к запуску шаттла, и меня, как обезьянку, случайно попавшую в команду, пытаются за 5 секунд обучить всему, причем посредством каких-то всплывающих окон. Да не тупой я, наверное. Дайте отыграть каточку, слиться как полному днищу, и только потом, в адекватном состоянии, реально оценивая свои способности и ничего не поняв в игре, изучать все эти всплывающие окна. Так-то оно будет куда предметнее и понятнее. Когда же череда всплывающих окон заканчивается и начинается каточка, ты понимаешь, что ни черта не заканчивается, и теперь тебя будут еще обучать, как ходить на V, или применять скиллы на левую и правую кнопки мыши. Так что если вы вдруг решите научить играть свою собаку, то можете смело давать ей пройти это обучение. Только не отходите далеко, а то в итоге она научится играть еще лучше вас. После введения в основы нас заставляют несколько раз сыграть с ботами, для достижения третьего левла. В принципе, с этого и было нужно начинать, и наконец-то мы можем достаточно свободно изучить игру, карту, поведение персонажей и так далее. Начнем с персонажей. В игре на текущий момент 36 уникальных героев, везде говорится, что они доступны все, но не совсем так. Они могут быть доступны все, только если ты подкачаешься по уровню. То есть классическая механика Лола и Доты, когда в течение одной недели вам доступны одни герои, а потом другие, плюс вы можете купить понравившуюся вам, тут не работает. Но сначала научитесь играть, прокачайтесь немного, и только потом получите в распоряжении всех героев, и играйте за кого хотите. Сделано это видимо для комфорта игрока, ведь все герои, помимо своих классических ролей терпилы танка, керри ддшника, лесного безбашенного ганкера и обычного саппорта, делятся на легких в освоении и сложных. Легкие это изначально доступные, а сложные соответственно при повышении уровня появляются. Причем уже на 9 уровне герои будут доступны все, а 9 уровня по моим подсчетам можно добиться хоть за один день плодотворной игры. Легкость и сложность героев определяется удобством применения их скиллов. У легких персонажей часть скиллов либо пассивные, либо действующие в лоб, и тебе при этом еще и с наводкой помогают. У сложных персонажей скиллы более креативные и могут быть применены в более необычных ситуациях и комбо приемах. Лично я человек простой, мне и на легких персонажах вполне себе нормально играется. Что касается непосредственно самих героев, то их тут достаточно много, на порядок больше чем в том же овервотче. Есть как условный копипаст героев из других игр, например я увидел несколько заимствованных героев из лола и овервотча, а мой друг из доты, так и что-то свое необычное. Возможно это сделано специально, чтобы при игре в парагон вы чувствовали себя как дома. У каждого персонажа есть стандартная атака, 3 скилла, которые иногда пассивные и ульта. Кроме того, каждый персонаж, если хорошенько осмотреть его в своих коллекциях, обладает, так сказать, некоторым описанием и даже намеком на лор. Правда это больше нигде не используется. На скиллы не влияет, на взаимоотношения с другими персонажами не влияет и зачем добавлено им на формате трех бесполезных фактов непонятно. Конечно же у всех персонажей есть скины, начиная от тех, которые можно получить при развитии персонажа, заканчивая теми, которые за донат. А также иногда расцветки, флаги и вроде бы даже эмоции. Помимо прочего у героев есть несколько состояний. Доступный, это когда ты можешь просто его использовать. И разблокированный, это когда при его использовании у него еще и накапливаются очки мастерства. Очки мастерства выдаются после каждой каточки и повышают уровень вашего героя. Каждый уровень дает всякие плюшки в виде сундуков, карточек и так далее. Каждые 10 уровней открывается новый ранг. Каждый ранг дает какую-то особую ценную награду в виде короны, нового скина, флага или эмоции. У каждого персонажа доступно 13 рангов, соответственно 130 плюс уровней. Боже, как я люблю такие задротские штучки. А для задротства тут большой простор. Если вам нравится катать за одного персонажа, люди будут это видеть и это повод так и поступать. И я бы хотел сказать, что именно сейчас мы уже переходим непосредственно к самой игре, но нет. Теперь нам объясняют про карточки. В рамках игры у нас накапливается своеобразная валюта, назовем ее золотом. За каждую тысячу золота мы можем повысить одну из трех характеристик. Ловкость, живучесть и интеллект. За название не ручаюсь, но суть понятна. За каждый уровень той или иной характеристики, которую мы можем повысить в любой момент и которая повышает наши базовые параметры, соответственно описанию, нам дают ее одно очко, а уже эти очки мы можем на базе потратить на покупку специальных карточек. А карточки, это своеобразные бустеры персонажа, которые дают ему прирост к характеристикам, а также пассивные или активные дополнительные скиллы. Короче, это чистый аналог артефактов из других моба, только немного под другим углом и карточки. Именно эти карточки формируют вашего персонажа и обычно именно под них вы вкладываете золото в характеристики. Всего слота три, но в любой момент в игре вы можете удалить любую из карточек и заменить ее на другую. Сами карточки доступны не все и не сразу, они постепенно открываются по мере игры, выполнения квестов, развития персонажей и открытия сундуков. Также их можно открыть вручную, используя либо очки репутации, которые вы зарабатываете сами, либо за донат. Сами карточки при этом в зависимости от своих бонусов делятся на пять типов и в каждую катку вы можете взять только 12 карточек из двух типов. Кроме карточек есть еще самоцветы. Самоцветы это предустановленные бустеры, опять бустеры, в вашей характеристике, которые активируются при определенном уровне. Вкладывая тысячу золота в ловкость, вы активируете первый самоцвет, еще 6000 и уже второй самоцвет. И так вплоть до пятого самоцвета на 25 уровне или 25 тысячах вложенного золота. Установить можно, кстати, всего 6 самоцветов. При этом вы можете создать свои собственные комплекты из карточек и самоцветов, подгоняя свою игру под определенный стиль. Не знаю, лучше ли такой подход, чем просто закуп артефактов других моба, но лично мне он нагляднее. Так ты как бы сразу предполагаешь, как будешь играть и заранее формируешь свой собственный набор артефактов. В любом случае, слишком сильно суть это не меняет. Вот вам совет от новичка. Обязательно закладывайте карточки так, чтобы было 2-3 комплекта. Первый для начала игры фарма или сдерживания линии, а остальные для более поздних этапов. Также, как минимум по одному первому самоцвету лучше вложить в каждую характеристику, так как при вкладывании всего 1000 золота вам становится доступен буст от него. Остальные на ваше усмотрение и планы по активации карточек. Но все это предыстория. Теперь же сама игра. Вы выбрали персонажа, его скин, цвет, флаг, комплект карточек и самоцветов в конце концов. Перед вашими глазами относительно большая трехмерная карта, у которой есть такие понятия, как высота и препятствия, которые, кстати, можно успешно преодолевать с помощью скиллов некоторых персонажей. Играете вы с видом от третьего лица. У вас есть три пути. Классический мид, топ и бот. Хотя скорее тут это центр, лево и право. Также вы можете уделять немного внимания лесу, в котором вполне возможен самостоятельный кач. За вашей спиной появляются крипы, воины, управляемые искусственным интеллектом. И вы движетесь в рамках выбранной линии к ближайшей к стороне противника защитной башенке. Попутно вы замечаете, что в лесу, помимо серых точек, обозначающих обычных лесных тварей, есть еще и зеленые, обозначающие монстров, дающих баф в виде дополнительного щита. А также красную и оранжевые точки примерно на середине карты, обозначающие дополнительные бафы. И фиолетовую точку в виде главного Рошана Шора босса и бафа на всю команду. Вам везет, ваш противник совершает ошибку и вы его отправляете чалиться на базу. Получив заветный прирост золота и распределяя его по навыкам, вы не отправляетесь закупаться на базу карточками, а остаетесь, чтобы снять защитную башенку противника. Если вы играете с живыми людьми, то сейчас примерно 10 минут игры. Если с ботами, то это может быть и на третьей минуте. Самое время вернуться на базу и переспекаться на более мощные карточки, и отправиться помогать союзникам с их противниками, или продолжить гнуть свою линию, дойдя сначала до ингибитора, привет лол, который тут вроде выглядит как самая обычная башня, вызвать сильных крипов, и наконец раздолбить сердце базы вашего противника. В принципе, так выглядит классическая игра, так же она выглядит и в любой мобо игре, ибо это основы жанра. Карта тут одна, а раз карта одна, то изучив ее, вам остается только оттачивать свои скиллы, пробовать разных героев, найти своего, прокачать его, открыть все карты и самоцветы, подобрав идеальный сетап для той или иной роли, играя как против ботов сам или с друзьями, так и против живых игроков. В этом вся суть мобо игр. Только тут это от третьего лица, что делает ее немного похожей на овервотч, менее тактичной и более экшоновой, чем другие моба, а так же современней с точки зрения графики. Кстати, что заметил, так как фактически, в отличии от вида сверху, вид от третьего лица дает меньше обзора, это упрощает скрытые атаки, так как заметить ее становится сложнее. Так же именно из-за этого тяжело координировать комбо-атаки или ульты, так как ты часто не видишь, что, например, справа от тебя твой союзник ультует, если ты, конечно, не слышишь его крик в чате в этот момент. Но все это скорее особенности вида от третьего лица. Оно не хуже, оно несколько иначе. И лично мне, как человеку, не сильно обремененному опытом других моба, тут нравится. Не нравится только то, что, как и в других мобах, если команда успела раскормить противников, то шансов на победу практически нет. Зато всегда есть боты, у которых можно настроить наилегчайшую сложность и играть с закрытыми глазами. Что касается доната, то тут всякие образы, флаги, эмоции, ускорители набора опыта и репутации, а также ящики, в которых то же самое, но рандомно. Кстати, сами ящики с ключами можно заработать в самой игре тоже. Непосредственно влияющего на игру тут ничего нет. Разве что за донат монеты можно открыть все карточки, но это в принципе можно сделать и за репутацию, так что не знаю. Я тут кстати еще погуглил про саму игру. Ее релиз был примерно год назад, и за это время она пережила одно очень крупное обновление и несколько средних и более мелких, последнее из которых было буквально пару недель назад. И если судить по отзывам, то в отличии от большинства игр, обновления которых делает их только хуже, Paragon наоборот становится лучше и продолжает становиться. Многое из того, что было реализовано ранее, теперь работает иначе и даже лучше. Например, одно из последних обновлений добавило ожидаемый многими игроками автобег. Также была изменена карта, вплоть до перестановки лесных мобов, и был произведен баланс героев и карточек. И все это при условии, что игра бесплатная. И не условно бесплатная, как всякие MMORPG, а по-настоящему бесплатная. Так что мое заключение, как императора, рекомендую к ознакомлению. Ведь для игры достаточно просто скачать клиент Epic Games по ссылочке в описании и установить игру. Попробовать, что такое Dota 2 с современной графикой от третьего лица или овервотч на моба карте с прокачкой. И остаться тут, наращивая свой скилл, готовясь к киберспортивному будущему игры и своим 24 миллионам долларов в кармане. Ну или просто бить ботов на самом легком, как это делаю я. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Делитесь своим мнением по игре в комментариях, а заодно и напишите вашего любимого персонажа. Если же вам понравился этот ролик, то стоит поставить ему лайк и подписаться на канал. Также не забывайте про записки старого ведьмака в телеграме. Мы же увидимся в новом ролике уже очень скоро. Но пока, на этом всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok